В Екатеринбурге, в мекрорайоне Солнечный, в двух кварталах от улицы Любви и в одном от Счастливой, газон возле новенькой 16-этажки оккупировал огромный пчелиный рой. Десятки тысяч насекомых тусуются прямо на тротуаре, повергая местный люд в опасливый транс. По домовым чатам Солнечного разлетелось видео пчелиного нашествия с пугающими обывателей народными комментариями. Но, как заявил порталу Е1 главный пчеловод Свердловщины Валентин Суставов, Бояться нечего. Насекомые скоро улетят, как только подыщут новые ули. Старая матка упорхнет со своими пожилыми приверженцами, а молодая останется. Сейчас разведчики как раз подыскивают медоносные поля. И после доклада пчелиному начальству рой покинет Солнечный, через денек-другой и улетит на ПМЖ. Пчелы не агрессивны, главное их не трогать, утверждает эксперт, что в общем-то проблематично, ведь по соседству огромный человейник, а по асфальту постоянно снуют легковушки. А между тем, на другом конце большого города, на Эльмаше, одна из многоэтажек на улице Таганской превратилась в натуральные пчелиные улей. Тысячи пчел облепили фасад дома и кружат над балконами, пугая жильцов. Всех кроме одного. Жиличка утверждает, что их сосед, пчеловод, еще года три назад завел на своем балконе пасеку. Потом ее прикрыл, а ныне, похоже, возобновил. Женщина звонила в управляшку, и там ей пообещали разобраться, что к чему. В соцсетях по этому поводу даже разгорелась жаркая полемика. Насколько законно держать пасеку на балконе в многоэтажке? В законе об этом ни слова, ибо кому бы в голову могло взбрести иметь такое хобби в многоэтажном доме? А что не запрещено, с тем пусть разбираются соседи. К слову, этим летом, точнее с мая, насекомые уже второй раз привлекают всеобщее внимание горожан. Недели три назад бабочки-боярышницы атаковали федеральные трассы и оккупировали деревья и кусты, которые екатеринбургцы считали своими. Теперь вот Пчелемировый совершил вынужденную посадку у подножья высотки на улице Чемпионов. Тенденция, однако, не аномальная, конечно, но бесспорно любопытная.